Ну что, поехали. Сегодня четвертая лекция, 20-е годы. Сначала вспомним, как Россия дошла до жизни такой, 20-е годы. Если вы помните, в 17-м году мы говорили про две революции, февральскую и октябрьскую, и был там, помимо Временного правительства, которое формально управляло Россией, Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, который был как бы параллельной такой классной структуры. Это кто? Помните? Здоровая реакция. Вы согласны? Хорошая семья. Дети! Как зовут этого дедушку? Ой, дети! Молодцы! Прямо даже ух! Значит, он был лидером большевиков, долгое время был в эмиграции, в апреле 17-го года вернулся и стал сразу призывать взять власть под лозунгом прекращения войны. Если вы помните, одна из основных проблем, которая вызвала кризис в России, то, что шла мировая война, а солдаты воевать не хотели. И, в общем, политические силы этого времени, ни царское правительство, ни временное правительство, заканчивать войну не хотело. Поэтому реально они держать власть не могли. Большевики были единственные, которые призывали к немедленному концу войны. Их тогда, если вы помните, обвиняли в шпионаже в пользу Германии. Когда они в июле 17-го года попытались взять власть, то это их восстание подавили, их разогнали. А потом, осенью 17-го года, был мятеж генерала Корнилова, который был главнокомандующим. Его был конфликт между Корниловым и Керенским, который был премьер-министром. И Керенский обвинил Корнилова в мятеже. И на подавление этого мятежа единственная реальная сила, которая была в Петрограде, это были большевики. И они во время подавления Корниловского мятежа реально выдвинулись и приобрели гораздо больше влияния. До этого они были, в общем, гораздо менее влиятельны, чем другие силы. Штаб их находился в Смольном институте благородных девиц в Петрограде. И этого человека, вы помните, не так известен, как Ленин, но вот в этих событиях играл большую роль. Также будет играть заметную роль в последующих событиях. Это Лев Давидович Троцкий, с фамилией Брандштейн. Он был председателем Петроградского совета и играл ключевую роль, собственно, в этом Октябрьском перевороте. Ему, собственно, подчинялся советам. И силы это связаны с советом. И это вы помните, что такое? Дети! Дети, проститесь! Это корабль. Это корабль называется Крейсер. У него есть имя. Крейсер. Очень поэтичное имя означает «Утреннюю зарю». Мы даже с вами его видели. А некоторые прямо на нем даже были. «Спящий красавец» еще так называлось. Крейсер-Спящий красавец. Поэт Пушкин. Крейсер. Крейсер «Аврора». Это такой великий символ советской культуры, которая бесконечно воспроизводилась на всех марках, экранах и так далее, картинах. Поэтому избежать его было просто невозможно. Значит, и так, 25 октября 1917 года, в общем, к концу октября между Лениным и Троцким был спор относительно того, они оба согласны были, что большевики должны взять власть, но должен был 25 октября собраться съезд советов, как бы вот этот выборный орган, куда помимо большевиков входили другие партии, которые не входили во временное правительство, власть выборов партии, которые, там, меньшевики, то есть, СССР, и социалисты-революционеры, там, еще какие-то партии входили. И Троцкий считал, что, значит, надо подождать начала работы съезда и с тем, чтобы это не выглядело как захват власти большевиками без одобрения съезда. А Ленин считал, что у большевиков нет большинства на съезде, поэтому если поставить этот вопрос на съезде, съезд может решить, что не надо захватывать власть. Тогда мы власть не захватим. Поэтому Ленин считал, что надо захватить власть непосредственно перед съездом, чтобы его поставить перед фактом, что мы взяли власть. Поэтому это известные ленинские слова вечером 25 октября, что вчера было рано, а завтра будет поздно. И вечером 25 октября они взяли Зимний дворец, это резиденция царей, но там в этот момент уже находилось Временное правительство, которого практически некому было защищать, и они его взяли и провозгласили взять власть. И вот этот военно-революционный комитет при Петроградском совете выпустил это воззвание, что Временное правительство не сложено, государственная власть перешла в руки Петросовета. И собрался, когда этот самый второй съезд, на нем большевики объявили, что вот мы, товарищи, взяли власть. Вот это, конечно, картина, тут все так приукрашено, тут Ленин выступает, и вообще так нарядно одетые люди. Но там, на самом деле, в этом съезде есть фотография. Это, кстати, по-моему, картина мой двойный дядин рисовал. Значит, ну так это как бы из газеты фотография вот так выглядело. И реально, вот еще один известный, известная картина, Серова, по-моему, выступление Ленина на съезде Советов. Значит, Ленин объявляет о взятии власти. На самом деле, о взятии власти объявил другой большевик по фамилии Каменев, который, на самом деле, выступал против этого переворота. Считал, что он не своевременный, нельзя брать власть. Но ему поручили объявить, поэтому он объявил. И после объявления сказал своим друзьям, что раз мы сделали такую глупость и взяли власть, то теперь надо формировать правительство. К чему они, собственно, и приступили. Между тем, да, давайте вернемся на секунду. Этот съезд принял два важных декрета. Декрет о мире и декрет о земле. Декрет это, значит, закон. Просто они не были каким-то таким органом, который может принимать законы, поэтому они приняли такую странную штуку, которую они назвали декретом. Декрет о мире провозглашал прекращение войны и призыв к миру без аннексии и контрибуции, как они сказали. То есть без взаимных выплат и без отдачи территорий другим странам. А декрет о земле провозглашал национализацию всей земли, то есть вся земля отбирается у помещиков и у крестьян, становится собственностью общенародной и дальше выдается в пользование крестьянам, точнее крестьянским общинам. Такое групповое пользование. Каждая там деревня, община в деревне получает групповое пользование всю землю вокруг этой деревни. Вот такой был декрет, он сильно отличался от тех идей передачи земли в частную собственность или создания индивидуальных хозяйств. Это такое было очень коллективное решение. То есть тогда какая-то деревня могла получить больше земли, какая-то меньше, ее никто не имеет особо. Ну нет, ну как-то это делилось, там в принципе какие-то были нормы, по которым это делилось. Значит, как они определялись, это очень сложно. Значит, сформировали большевики правительство. В этот момент, да, когда большевики это объявили, половина съезда встала и ушла. Там эти правые эсеры, социалисты-революционеры, меньшевики сказали, что это незаконный захват власти, и они не хотят брать ответственность за нарушение закона, и они встали и ушли. После этого большевики оказались в большинстве, и они очень обрадовались, и, значит, продолжали заседать и сформировали правительство. Куда на съезде остались левые эсеры, которые, как бы, по идее, были близки к ним, но левые эсеры на всякий случай в правительство входить не стали. Они потом еще немножко произошли переговоры, и они, в конце концов, там два эсера тоже вошло в правительство, но позже. В самом первом правительстве 26 октября были только большевики, и правительство возглавил Ленин. Значит, министром иностранных дел слева стал Троцкий, здесь появляется Сталин, но Сталин был председателем по делам национальности. Вообще, он самым последним здесь стоит в списке министров, наименее важная должность, реально, как бы, мало кто его знал, он в это время был совершенно второстепенной личностью. Слава, Мишки, вопрос. Да. Ну, вот, всех этих людей, которые ушли, они просто так ушли, они никак не сопротивлялись? Они сформировали свой собственный орган, там какой-то, значит, союз, комитет, который... Законным каким-то образом? Ну, что значит законным? Или шаждая Владимир. В этот момент как бы не было уже закона. Вот, поэтому они сформировали некоторый комитет и стали давить на большевиков, чтобы большевики выполнили главное обещание Временного правительства. Потому что Временное правительство, потому что оно пообещало провести выборы, потому что оно само же без всяких выборов пришло к власти. После того, как царь был изложен, из Государственной Думы было сформировано там просто это правительство. Никто его не выбирал. Значит, что будут осенью проведены выборы в учредительное собрание, которое учредит там как бы новые какие-то законные структуры, парламент, примет законы. Это, собственно, должно быть созвано это учредительное собрание. Ленин определенно хотел все дела провернуть до созыва этого учредительного собрания, потому что ничего как бы хорошего он от него не ожидал, в большевиков. И, собственно, те, что ушли из Санетов, они стали давить на большевиков, чтобы те созвали учредительное собрание. Что большевики, в общем, согласились сделать. И даже это учредительное собрание было создано, выбрано и созвано. Но в нем большевики оказались в меньшинстве. Поэтому, будучи власти, они как бы решили вопрос с учредительным собранием просто. Значит, так сказать, оцепили здание и сказали членам учредительного собрания расходиться. Когда те не стали расходиться, то есть знаменитая фраза матроса-железняка, который зашел туда и сказал, что караул устал. Расходитесь. Их разогнали. Был такой буквальный разгон учредительного собрания. На этом окончилась, так сказать, слабая попытка введения демократии в Россию. Значит, вот, сформировали в большевике это самое правительство. И стали, да, ну, собственно, стали решать основные проблемы. Ну, хорошо, к миру они призвали. Но, как бы, реально Германия при этом послушала этот призыв и продолжала наступать и занимать новые и новые территории России. Значит, им надо было что-то делать, чтобы как-то это прекратить. И они пошли на переговоры с Германией и заключили. Троцкий в этот момент еще был народным комиссаром иностранных дел. Они как бы решили назваться вместо министров, которое слово министры ассоциировалось с временным правительством, или с царским правительством. Поэтому они придумали новую должность, народный комиссар. Поэтому это был Совет народных комиссаров, или сокращенно Совнарком. В этот момент начали выводиться вот эти сокращения, или аббревиатуры советские, которых у нас здесь будет много, и в фильме, который вы видите, тоже их будет много. Это вот Совнарком был одно из первых. Так вот, Троцкий, который был министр иностранных дел, заключил этот мир с Германией, по которому Германия... То есть это не то, что совершенно не мир без аннексии и контрибуции, к которому призвали большевики, а мир с очень большими аннексиями и контрибуциями в пользу Германии. То есть они отдали очень огромные земли, там, в европейской части, значит, Российской империи. Ну, как вы видите, значит, очень большую часть промышленности, потому что это наиболее промышленная часть империи, вывела свои армии из, там, Финляндии, Украины, там, Кавказа, выплатила контрибуцию огромную, и они взяли обязательства делать огромные поставки продовольствия в Германию, и это дело в течение нескольких лет, несмотря на то, что в России в то время был голод, по условиям договора они должны были подставлять продовольствие в Германию, они это делали. Вот. И, но таким образом они заключили мир и смогли, значит, удержаться власть. Или, по крайней мере, решить первую проблему. Значит, вторая проблема была, естественно, все представители этого самого старого режима, царского, а также приверженцы, там, Временного правительства, которым вся эта деятельность не понравилась, незаконная, и было, они начали борьбу с большевистским режимом, ну, кто как мог, кто легальными средствами, кто нелегальными, было несколько покушений на, или убийств, там, большевистских деятелей, в том числе было покушение на Ленина, и после того, как было покушение на Ленина, это послужило, как бы, предлогом для большевиков, для введения, так называемого, красного террора. В конце 18-го года, там, в середине 18-го года. Вот. Значит, в сентябре, в сентябре 18-го года. Значит, ну, что такое красный террор? Большевики начали использовать принцип такой коллективной ответственности. Они арестовывали большое число, там, несколько сотен, как бы, ну, видных представителей, там, старого режима, грубо говоря, своих потенциальных врагов, там, офиц, бывших офицеров старской армии, там, каких-то аристократов, там, не знаю, бывших владельцев заводов, там, состоятельных людей, вот. Они их арестовывали, и эти выдержали в качестве заложников. И если было совершено покушение на каких-то большевиков, то они расстреливали всех этих заложников. Вот. И эта практика привела к тому, что... Или они расстреливали просто несколько сотен человек в наказание за что-то, что совершили, значит, против большевиков. Вот такое было, как бы, месть. И по этому принципу они начали действовать на всей территории, которой им подчинялось. И, в общем, во всех крупных городах, более-менее, они выкосили всю, вот, всю эту социальную группу, как бы, людей, оставшихся от старого режима, которые занимали более-менее, там, элитное или видное положение в старом режиме. Они просто расстреляли, как заложников в течение красного террора. Или в основном вообще? Я не уверен. Ну, если они занимали положение? Наверное, в основном просто... Да. То есть, я не думаю, что у них был gender bias, как бы, вот. То есть, они бы с того, что мы как бы... Нет, эти посты занимали в основном все. Да. Посты занимали мужчины, да. То есть, им, да. Но, насколько я понимаю, для них важно было расстрелять именно там главу семьи, человека, занимающего положение, а не женщин. Но там, жалели они их или нет, специально я не уверен. Значит, ну, в результате осталось много сирот, которые тоже будут играть роль в нашей дальнейшей истории, а также в фильме, который вы увидите. В ответ на красный террор, противоположная сторона... А, ну вот, собственно, да, как они делали этот террор. Вот тут сказано. Всем советам циркулярная телеграмма. Предписывается всем советам немедленно провести арест правых солистов-революционеров, представителей крупной буржуазии, офицерства и держать их в качестве заложников. При попытке скрыться или при попытке поднять движение, немедленно применять массовый расстрел для заговора. То есть сюда включены и правые социалисты-революционеры. Собственно, те вот, которые там террор против царского режима устраивали, все вроде как тоже революционные силы, но сейчас они уже стали противниками большевиков, и поэтому тоже попали в эту категорию. То есть все более-менее активные силы, которые могли составить оппозицию большевикам, попали в эту категорию. Красным террором руководил Феликс Эдмудович Дзержинский, вот он здесь в центре, вот такой с бородкой, интеллигентный человек. Известный под кличкой Железный Феликс, он был первым председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии, ВЧК, потом орган это назывался по-другому, там ОГПУ. Интересно, что в 1921 году он стал также председателем комиссии по улучшению жизни детей. И вот в фильме, который вы увидите, там есть замечательная, буквально финальная фраза этого фильма, когда герой фильма говорит, что надо посоветоваться с Феликсом Эдмудовичем. Это вот именно этот Феликс Эдмудович имеется в виду, но не как представитель ВЧК, а как представитель комиссии по улучшению жизни детей. Он же их более-менее сделал сиротами, и теперь о них и позаботится. Вот такое остроумное решение. Вот эти массовые расстрелы, вот так вот происходили. Ну, в ответ на это все дело, понятно, ну, то есть отчасти в ответ, отчасти провоцирую, это здесь как бы такая спор, кто первый начал, в общем, понятно. Вот, был белый террор, тоже очень жестокий, вот белые вешали, так сказать, красных и сочувствующих им на показ в территории, которую они занимали. Но это мы с вами видели в «Беге», помните фильм «Бег»? Как раз когда там на железнодорожной станции сцена, когда эти виселицы уходят туда. Это такая как бы пропаганда, так сказать. Значит, тоже очень жестокий ответ на это. Ну и развязывается гражданская война. Значит, ну, это долгая история, я не буду как бы все детали ее рассказывать, но суть стояла в том, что на территорию, занятую большевиками, как бы волна за волной стали накатываться армии, которые формировали более-менее бывшие царские офицеры, генералы. Генерал Деникин, вот с юга, там, армия юга России, там, с севера генерал Юденич, с востока адмирал Колчак, тут атаман Семенов, барон Врангель в Крыму. Вот, значит, эти волны армии накатывались, значит, какое-то время они продвигались, наступали, затем большевики начинали их теснить, в конце концов разбивали эту армию, значит, какая-то другая формировалась. Армии белых состояли, соответственно, из царских офицеров, и тех, кого они могли, как бы, рекрутировать. Ну, они могли рекрутировать только крестьян. И, значит, какая-то часть крестьянства их поддерживала. Большевики со своей стороны, костяк их армии ставили рабочие, и, соответственно, тоже они рекрутировали крестьян. И более-менее вопрос о том, кто победит в гражданской войне, сводился к тому, кто лучше убедит крестьян, которых было абсолютное большинство. Они их убеждали или, в общем, заставляли? Ну, более-менее и то, и другое. Но реально, то есть обе стороны заставляли, расстреливали дезертиров, там Троцкий был такой, ставил заградительные отряды, то есть там шли вооруженные люди за войсками и расстреливали всех, кто пытался отступать. Вот, Троцкий стал, после того, как он был нарком иностранных дел, значит, в период гражданской войны он стал, как бы, военным министром, как бы, он фактически руководил гражданской войной со стороны большевиков. И он очень жестко это поставил в дело и как бы хорошо организовал, значит, расстреливал дезертиров, но на самом деле, в общем, как бы, на одном страхе нельзя было реально победить, потому что обе стороны более-менее пытались запугать. Поэтому реально так или иначе большевикам удалось склонить крестьянство на свою сторону, видимо, благодаря тому, что у крестьянства было ощущение, что белые армии более-менее вернут положение к прежнему царскому режиму. Это то, что, как бы, те могли более-менее предложить. Потому что они, как правило, эти генералы были очень консервативные, как бы все эти социалистические идеи, там, раздача земли им очень не нравились. А большевики так или иначе обещали землю. И в результате все эти белые армии были разбиты и большевики взяли страну под контроль. При этом вот территория же колоссальная, как бы, условно. То есть очень маленькая территория была у большевиков от всей страны. Правда, там больше всего промышленности и всего прочего. Ну, да, да. В какой-то момент она была маленькая, потом росла. Есть там всякие дополнительные теории относительно того, что Деникин. У Деникина была там хорошей армией, первая, самая мощная. Но Тиф в это время, значит, эпидемия Тифа на юге, которая, ну, и на большевиков тоже повлияла, но гораздо больше затронула, значит, армию Деникина. Есть много таких попыток свести результат политических столкновений к, там, болезням, преимуществам в оружии и так далее, и таким техническим вопросам. Но мое ощущение, что, в общем, принципиально Белая армия не могли предложить крестьянам то, что крестьяне хотели. То есть, крестьяне решили судьбу. Мне кажется, что да. Масса. Можно я просто быстро скажу, что у армии Деникина не было солдат в принципе, и они временно вошли в соглашение с казаками. Казаки — это не украинцы. Это важно понимать. Казаки — это были такими милитаризированные общины, которые жили на особых правах при царе, они, потому что были военными. Они тоже хотели бороться с большевиками из своих соображений, поэтому они временно договорились с Деникина. Никаких на территории Украины, поскольку все крестьяне были в этот момент на украинской армии, то на территории Украины конкретно, а в основном на стороне белых, воевали только казаки, у которых были, в общем, на самом деле, свои интересы. Большевики боролись очень часто с этими армиями очень простым способом. Они их как бы перебрали на свою сторону. Они их принимали, что украинскую армию, что казаков. И, собственно, Семен Буденный, который организовал первую кону, его главная задача была разваливать армию казачьего. — Ну, типа уговаривая, то есть агитация. — Проблема с белой армией была в том, что они не очень знали, за что они воюют. Они сами не хотели возвращения в царях, потому что ни один человек здраво умеет трезвой памяти, царя не хотел. Поэтому белые не воевали, потому что им больше реально делать было абсолютно нечего. И когда люди ведут войну просто потому, что у них нет другого выбора, то это, в общем, не очень сильная война. Реально. И помимо того, что они не могли, как бы солдат у них не было, и, в общем, веры им не было, и они сами не очень понимали, зачем они это делают, то у них в основном было ощущение, что они точно знают, кто виноват. И поэтому они в основном мстили. Это были походы, потому что, честно говоря, когда армия Деникина во время мартовского похода была наиболее близко к Москве, и был шанс, что они Москву захватят, мартовский вот этот бросок, то, честно говоря, в общем, не было понятно, что они с ней будут делать, если они ее захватят, потому что никакой программы у них реально не существовало. И это была главная проблема белой армии, потому что если армия знает, за что она воюет, то есть какой-то шанс победить, а если она не знает, то нет. Поэтому, Слав, я не буду оторвать, просто я к тому, что белая армия реально ничего не могла предложить вообще. И Красная армия ее просто разъедала как рак. Как раковую опухоль. Они просто ее... Как только казаки понимали, что им, собственно, выгоднее переходить на сторону большевиков, они это немедленно и делали. Поэтому, собственно, борьба большевиков со всеми окружающими заключалась в том, что все окружающие приходили на сторону большевиков. Они не побеждали, а переманивали больше. Да, там еще было во всех этих зонах буферных было полно тех, кого называли зелеными. То есть, в общем, более-менее вооруженные банды. Это мы видели в Бумбараше, помните? Дети. И, соответственно, эти зеленые то на той стороне, то на этой, значит... Пограбиться там? Да. А они, собственно, так и воевали. Кто подходил к Николеже, они на ту сторону и переходили. Да. Как бы... Ну, хорошо. Значит, что в это время происходило как бы на таком культурном фронте? Обе стороны вели, так сказать, агитацию. И интересным способом агитации со стороны большевиков были вот плакаты, как они выпускали. Собственно, белые тоже выпускали плакаты. Но эти плакаты нам особо не интересны тем, что автором стихотворных подписей к ним был хорошо нам известный Владимир Владимирович Маяковский, который... Если вы помните, автор чего? Что он написал? Кто-нибудь помнит хоть одно произведение Маяковского? Нечебурашку. Ну, например, то, в котором вы играли. Дети, вы играли... А, ну... Клоп. Ура! 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 Может, вы проснётесь в «Фуроченч», а, дети? Проснитесь! Я не сплю, я не сплю. Значит, Маяковский вообще до революции он был очень популярный поэт. Вот он, так называемый, футурист. То есть он, как бы, ориентированный на будущее, который отбрасывает какие-то старые формы искусства и ищет новых форм. Вот он был одним из лидеров этого футуристического культурного движения в России. Такой вот, значит, любитель пози... Позы, любитель шокировать аудиторию. Импозантный мужчина. Да, да. Вот. После революции он, значит, он её как-то приветствовал активно и включился в неё. Вот здесь он, как бы, уже в первые советские годы. И он начал сотрудничать с российским телеграфным агентством, которое называлось РОСТА, российское телеграфное агентство, как здесь одна аббревиатура, вот, которое занималось пропагандой таким образом. Оно делало, так называемые, окна. То есть в магазинах. В это время, это там, где-то 19-й год. Идёт гражданская война, значит, полный распад всех, значит, поставок там продовольствия, значит, магазины закрыты, продавать нечего. И в витринах этих магазинов выставляются агитационные плакаты. Вот это и есть эти окна, эти магазины. Выставляются агитационные плакаты, и Маяковский начинает писать для них тексты. Вот. Ну, там была добрая, значит, война с Польшей. С Польшей мы заключим мир, но с этим мириться нельзя, не может быть мира нам. Эй, товарищи, скорее, баронско-помещащие шайки, могилы выроем. Вот. Ну, несколько тяжеловесный стиль, хотя такие оригинальные маяковские рифмы «Мира нам выроем» здесь уже есть. Вот. Но вот в такой как бы экспрессивной манере до зрителя, до как бы прохожего доносятся какие-то последние политические новости или вот там призывают к чему-то. Очень оперативный и яркий способ распространения пропаганды. Эти плакаты буквально менялись каждый день, печатались в сотнях экземпляров, везде развешивались, посылались там в провинцию. Вот. И это такая как бы, ну там, выпускать газеты уже было трудно. А вот эти вещи было делать гораздо легче. Еще один пример. Оружие Антанты – деньги, белогвардейцев оружие – ложь, меньшевиков оружие – в спину нож, правда, глаза открытые и ружья, вот коммунистов – оружие. О, значит, нужно сказать пару слов про Антанту. Антанта – это от французского Антан, это согласие. Был союз Англии, Франции и России против Тройственного союза Германии, Островенгрии и Италии в Первой мировой войне. И союзники России по этой самой Антанте, Англии и Франции, когда увидели, что Россия заключила сепаратный мир, этот Брестский, уже был сепаратный, они как бросили своих союзников, и вот заключили мир с Германией. Вот. И эти оставшиеся союзники, Англии и Франции, они как-то, так сказать, расстроились по этому поводу. и попытались каким-то образом помогать белым армиям, с тем, чтобы те скинули большевиков, и Россия вновь включилась в войну. А война продолжалась ими? Сейчас. Ну, война, наверное, в 18-м году кончилась. То есть, через там полгода после Брестского уния. Но они начали помогать... Первая мировая война кончилась в 18-м году. Да? Да. Ну, Россия из нее вышла весной, в 18-м году заключила Брестский мир. А Англия и Франция продолжала еще воевать с Германией, и к середине 18-го года закончилась. Ну, по-моему, мирный договор был в 21-м году, что ли? Да. 19-го года прожская конференция. Персальст. 19-го. 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 19-го года. Ну, вот. Значит, короче, оружие Атланта и деньги. Значит, в этот момент Антанта помогала деньгами белому движению. Ну, потом они реально помогали им оружием, потом они реально высадились в некоторых точках России, но они не вступали ни в какие боевые действия с большевиками. Не было никаких реальных столкновений. Они только брали под контроль какие-то точки. Там взяли Баку, эти нефтяные промыслы, там в Мурманск, там были какие-то склады военные, там в Одессе они были, но потом, как только стали большевики подходить, они ушли. Они не стали начинать войну. Ну, а на стороне большевиков, как вы видите, правда, глаза открыты и ружье. Ну, правда под правдой, здесь правда понимается, газета правды. А не как настоящая правда. Значит, это вот коммунистов оружие. Да, то есть это памятник правде, почивший в позе. Ну, что касается белых армий, то они не остались в долгу. У них было свое, значит, политическое управление, которое выпускало свою агитацию. Это вот плакат, который они выпустили, значит, обличая большевиков. Здесь, как бы, это вот большевистское правительство, этот самый совнарком, приносит в жертву кого? Кто это, по-вашему? Символ чего? Эти. В кокошнике. Женщину в кокошнике. Тетенька в кокошнике. В белом платье. В общем, Россию они приносят в жертву интернационалу, то есть как международному, так сказать, коммунистическому движению. Вот, здесь кто, кому мы можем здесь узнать? Вот это, в красном, кто? Это кто? Троцкий. Троцкий, совершенно верно. Сталина здесь, по-моему, нету, я его не нашел. А почему у Дзержинска на Мишке 30? Путин, правда, есть. Ну, кто-то, абсолютно, он даже больше похож, чем... А 30-то почему? Дзержинский есть, да? Слева. Чего, что? 30 серебряников? А, видимо, да. Мишка. Я, в принципе, не у тебя спрашивала. Я не знаю, у кого это спрашивали. У детей. Вот, вот это Зиновьев, судя по всему, там тоже один из соратников Ленина. Значит, это вот такой эдиционный плакат. Это другой, это тоже, кто это там? Троцкий, совершенно верно. Значит, Троцкий, как правая рука Ленина, второй человек в большевистском руководстве, и как бы первый еврей в большевистском руководстве, и пропаганда белых армий была очень антиселитской. Надо сказать, что изначально вот это агентство АСВАК, которое они создали, белая армия, Деникин создал белую армию России, юга России, там было очень много евреев в этом самом пропагандистском агентстве. Они рисовали эти плакаты, они писали тексты к ним. Но потом как-то стало усиливаться эти антисемитские настроения, они решили, что нехорошо у нас иметь евреев как-то в нашем пропагандистском агентстве, и всех вычислили. После чего, значит, там сами сотрудники этого агентства стали говорить, ну, у нас качество, значит, упало, ну, что же такое, значит, кто же тут остался. Ну, так или иначе, вот как бы типичный антисемитский пропагандистский плакат белого движения, здесь как бы это гора черепов, значит, красный рампир троцкий, вот. Почему антисемитский? Ну, на нем звезда Давида. Он как бы типичным евреем нарисован. Имеется в виду, что он сменил звезду Давида на красную. Она родно находит как бы красную, но никто так не носил. Это явно ссылка на звезду Давида. А вот, значит, еще один плакат. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok